МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сирии должны начаться переговоры между властями и оппозицией, а в 2017 году в стране должны пройти свободные выборы. Возможно ли реализовать эту резолюцию и сработает ли этот план? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Как вы считаете, сработает? Вообще есть какой-то вариант у нас все-таки? Есть хоть чуть-чуть оптимизма? Один вариант сработает, который коллега назвал, это вариант раздела Сирии на три анклава. Раздел государства. Да, это, значит, первый анклав – это шиитско-лавицко-христианский, второй – курдский. А третий, ну, что останется, видимо, будет Суницким, так сказать, районом. Почему у него... Как Алепа и Дамаск отделить? А, нет, Алепа и Дамаск достанется вот шиитско-христианский. Сами так думают, да? Я так думаю, да, я, я. Вот как только, совершенно... Я так думаю, потому что... Абсолютно право. Абсолютно право. Вот как только начнется вот этот вот, собственно, вот эта повестка, да, там, по разделу Сирии, все за каждый... Знаете, как между двумя соседями, за лишние пять сантиметров забор влево или вправо. Роман, не первый раз в истории осуществляется раздел территории, вот таким образом. И, кстати, вот опыт Боснии и Герцеговины показывает, что на практике это возможно. Действовать нам надо так, как мы действовали, то есть продолжать наступать. Вот если мы будем продолжать наступать, освободим вот эти районы, которые условно относятся к шиитско-христианской... Ну, смотрите, я... Как раз и не наступаем. Мы же не наступаем, да. То, что нужно сделать, это удержать то, что есть. Вот о чем говорил Семен Аркадьевич, вот о чем коллеги говорили. Это не совсем правильно. Мы намосим удары, а по земле должны наступать, собственно, они. Небольшой прогресс есть. Небольшой прогресс есть. Небольшой прогресс есть. Тем более президент сказал, что у нас есть еще там резервы определенные. Вот господин Багдасаров совершенно правильно говорит, что и курдов надо задействовать более активно. То есть, по существу, мы вот это де-факто, этот раздел Сирии, можем осуществить. Вот. Ну, а дальше уже американцы должны сами смотреть, как они собираются в этой ситуации действовать. Потому что понятно, что на общее урегулирование они не пойдут. Потому что, в отличие от других ситуаций, как вот в Ливане было, или в той же Боснии и Герцеговине, интересы слишком противостоят. Ну, какие у них были интересы? У них, естественно, были интересы взломать эту шиитскую ось, которая образовывалась там в Сирии, Ирак, Иран и Хизбулла. Вклинить туда вот сунитское это вкрапление. Кстати, Израиль это поддерживал. Тут совершенно правильно отмечалось. Поэтому у Израиля поддерживается дружественного нейтралитета в отношении ИГИЛ. Хотя, по идее, он должен был бы бояться очень сильно ИГИЛ. На самом деле ничего подобного не происходит. И, кстати, Израиль продолжает бомбить сирийские войска, тем не менее. Вот недавно даже было сообщение. Было-было, да. Да, так что, понимаете, и они от этой стратегии по окружению Ирана и его уничтожению, а потом атаки на нас, как вы правильно заметили, они от этой стратегии не откажутся. Вот. А почему они пошли сейчас на такие вот резолюции? Потому что они видят, что мы наступаем и можем победить. И, знаешь, им надо на ворот нас держать. Они рассчитывают... То есть есть вариант все-таки, что мы можем победить? Конечно, есть. Я говорю, вот этот даже раздел, он уже и будет победой. Это уже наша победа. Это уже будет наша победа. Потому что мы сохраним там военно-политические позиции. Я думаю, мы там их еще и даже нарастим. Потому что вот эта шиитская, лавицкая, значит, территория, она будет от нас полностью зависеть. Мы будем выступать в качестве протектора этой территории. Ну, а потом курды. Правильно говорят, что курды, они же не ограничатся Сирией. Они начнут наступать на Турцию. А Турция член НАТО. Развал Турции нам, в принципе, выгоден. Особенно с учетом позиции Эрдогана. Так что мы партию выигрываем вот при таком раскладе. Американцы сейчас хотят наоборот. Нашу активность снизить. И вот эта резолюция дает им такую возможность. Все видят, что это как будто нам очень выгодно. А с другой стороны, есть там и невыгодный момент. Вот вы говорите, вот перемирие заключать. А как? Значит, те, кто нарушил перемирие, их, значит, будут бомбить. А если это сирийская армия нарушила перемирие, значит, их что ли будут бомбить? То есть сирийская армия должна остановить наступление? Должна. И тогда мы не сможем вот эту всю территорию контролировать. Так что эта резолюция, она не только в нашу пользу. Американцы-то не понимают, что делают. Их задача вот сейчас сковать нам руки. Редактор субтитров А.Семкин